Всем привет! В очередной раз хочу попытаться снять влог, потому что, говорю попытаться, потому что у меня постоянно какая-то засада с влогами. То у меня на айфоне места нет, то у меня фотокамеру держать неудобно, но решила все-таки попытаться снять на фотокамеру, потому что качество изображения получается более-менее приличное и памяти достаточно. Хочу вам рассказать, что сегодня мне дали рецепт чебуреков. Девочки, я никогда за свою жизнь не делала чебуреки, даже не пыталась, поэтому предлагаю последить за процессом. Ну, как говорится, лоханусь так и лоханусь, ничего страшного, но все-таки первый раз. Но, возможно, все-таки что-то кухне из этого получится, поэтому предлагаю готовить вместе со мной. Ну что, рецепт, на первый взгляд, очень даже простой, очень мало ингредиентов нужно. Примерно на 15 чебуреков 4 столовых ложки растительного масла я налила 8, я увеличила пропорции вдвое. 320 грамм муки, я увеличила вдвое, здесь у меня 640. И нужно было 3 четверти стакана кипятка, это будет заварное тесто. 3 четверти стакана кипятка я тоже увеличу вдвое. Вот, поэтому сейчас я заварю тесто и посмотрим, что получится. Ну, в общем-то, вот такое тесто получилось. Вот такие у меня любятся чебуреки. Вот такие выжарятся, румяные. Такие узнеченые. Мне кажется, должно быть вкусно. Кроме любвида. Ну, попробуем сливом, расскажу, что получится. Вот, заканчивается уже, у меня все это дело жарится. Я, честно, не считала, сколько их получилось, но получилось прям очень много. Мужу на дежурство отдам часть, часть завтра майон я отвезу. Ну, как-то так справимся с таким количеством чебуреков. Вот так. Продегустировали чебуреки. Сделали бы лучше, чтобы тесто идеально для чебуреков подходит. Оно получается мягким, эластичным. Оно не липнет ни к столу, ни к рукам. Вообще не нужно добавлять муки для того, чтобы вымешивать или раскатывать. То есть нет лишнего нагара на сковородке. Все прекрасно. И это тесто получится у нас даже если у вас золотые рученьки, растут прямо из золотой бубы. Это я про себя. Потому что с тестом я очень плохо дружу. Редко, когда занимаюсь вообще с тестом, потому что, может быть, почему оно плохо ест. У меня оно вообще ничего. Но тесто получилось, правда, обалденное. Хочу дать парочку советов для тех, кто точно так же хочет первый раз приготовить чебуреки. Они у вас получатся 100%, но нужно раскатывать очень-очень тонко, буквально миллиметров толщиной. И плюс еще нужно раза 4 поменять масло, потому что все-таки нагар появляется. Конечно, меньше, чем если бы вы раскатывали вместе с мукой, но нагар появится в любом случае. Это очень вредно. Вот потому советую почаще менять масло. Ну, а так вообще никаких претензий. Тесто самое простейшее, оно получается очень-очень вкусным, хрустящим, но при этом мягким. Советую также накрыть крышкой готовой чебуреки, чтобы они не заскрыли. Вот. Ну, думаю, что влог на этом не закончится, потому что я буду снимать еще завтра. Сейчас уже вечер, я уже устала. И, скорее всего, не буду заниматься начальними телесными. Поэтому завтра продолжим, и продолжим, и у меня есть еще что сказать интересного. Вот. Поэтому до завтра. За ночь у нас выпал снег. Хорошо такой сильный снег шел. Но за день, посмотрите, в какую слякоть он превратился. Я конкретно ноги промочила сегодня. Пришлось домой на такси ехать. Это у нас вид с пятого этажа на частный сектор. Зачем, кстати, я подошла к окну? Я хочу вам показать свои орхидеи, которые зацвели уже так активно. Вот такие орхидейки леопардовые. Пытаюсь как-то сфокусировать. О, какие красивые. Вот такие. С другой стороны они, кстати, желтоватые. Какая красотенька. Конечно же, белые. Тоже мне очень нравится. А вот это вот, как вы думаете, какой-то цвет. Вам кажется, что это белый. Мне кажется, что это синий. Почему? Потому что это должны быть синие орхидеи. Ну, я же легковерная, поэтому хочу предостеречь. Купила я прошлой весной в икее орхидеи голубого цвета. Просто обалденный голубой цвет. С розовыми прожилками. Но оказалось, как я уже потом узнала, когда я эта орхидея зацвела, что в цветонос вкалывают краску орхидеям. И они становятся таких вот необычных цветов. Вот. Поэтому у меня теперь две белых орхидеи абсолютно одинаковые. Я так ждала, что расцветет моя синяя орхидея, но не тут-то было. Вот. Поэтому хочу вас предостеречь. Между прочим, такая орхидея стоила, наверное, в 2,5 раза дороже, чем обычных традиционных цветов. Натуральных, я бы сказала так, да? Вот такое вот лоховство в икее происходит. Хоть бы писали, что они ненатуральные. Ну, вот так вот он, мой садик на окне. Это моя красота. Обожаю орхидеи. Уже Глашечка моя загуляла. Посмотрите, что с ней происходит. Глаша. 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 Опять? Опять будешь орать и попу оттопыривать? Опять? Ай-яй-яй. Маленькая еще. Глашка. Глаш. Глаш. Вот такая вот бесстыжая у нас кошатина растет. 8 месяцев, да? Расскажи всем. Ну-ка, расскажи. Третий раз уже орать мы начинаем. С периодичностью полторы недели. А нельзя нам еще гулять. Маленькая. Маленькая. Жених у нас вроде как бы есть. На все согласный. А коза у нас еще маленькая. Да, Глашка? Девчонки, была сегодня на почте. Решила показать, что мне пришло, как говорится, на живую модель. Ну, не знаю, будет ли хорошо видно, потому что освещение как бы не очень в комнате. Я подойду поближе. Вот так выглядит рубашка. Такого цвета. Что мне тут еще? У меня кожевые штаны. И ботиночки. Вот такие ботинки. Черные под замшу. Ну, это все нужно в любом случае показывать. Вот, а так. Хочу сказать уже, что заказом я довольна. В принципе, вот так это выглядит. Конечно, не видно нифига вам на резинке штаны. Резинки. То есть, без застежек. На рубашке здесь вот такие разрезики. По размеру все подошло. Буду, думаю, что сейчас снимать видео о покупках сайта Бонпри снова. И посмотрим поближе ткань. Ну, вот так вот. Теперь, я думаю, вы поняли, почему я называю свою фигуру нестандартной. Вот он мой верх. И вот он мой низ. Чисто женственная фигура российской женщины. Вот так вот. Я пришла в ванную, где освещение получше. И в завершении влога, я думаю, что я все-таки поделюсь своей небольшой радостью. Дело в том, что у меня есть несколько, так скажем, любимых блогеров. Но одной из девчонок я очень симпатизирую. Не знаю почему-то, прям вот что-то уже родное чувствую к ней. Потому что с самого начала, как я на ютубе еще даже не зарегистрировалась. И как я вообще начала смотреть видео бьюти-блогеров. Смотрю постоянно каждое ее видео. И я решилась, написала ей, что хочу ей прислать посылку на 8 марта. Она согласилась. Какая девочка не любит подарков. Я, конечно же, не буду называть никаких имен. И, возможно, вы даже и не догадаетесь, не додумаетесь, о ком я говорю. Но для меня это такая небольшая радость. Сейчас я думаю, что сниму одно видео тематическое. И пойду собирать эту посылку. Но собирать как? Не просто там какие-то вещи, какую-то косметику. Я буду это все делать, конечно же, своими руками. Именно хендмейт это будет посылка. Ну, с небольшими еще какими-то там сюрпризиками. Надеюсь, что этой девушке понравится. Естественно, я не посылаю посылку ни на каких условиях. Просто мне хочется сделать ее приятным. Вот. Поделилась небольшой радостью. И хочу завершить этим, на этой оптимистичной ноте, свой блог. Думаю, что буду теперь их снимать чаще. Потому что вроде как приноровилась к фотокамере. Вот. Прощаться я, как всегда, не умею. Поэтому всем до свидания. Всем удачи. Пока-пока.